У ленивых нет настоящего и будущего. Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я собираюсь рассказать вам предсказания на июнь для восходящих козерогов. На этой карте показаны планеты, вращающиеся в пути. Пардаш бывает 7 и 22 июня. Винаек Четуртхи 14 июня. Санкашти Четуртхи 27 июня. Новолуние 10 июня. Полнолуние 24 июня. 10 июня происходит солнечное затмение, которого не видно в Индии. Теперь перейдем к предсказанию. Здесь написано число 10, значит, в восходящий знак козерога, если в вашем гороскопе рождения также записано число 10, то это предсказание для вас. Пожалуйста, не делайте ошибок при просмотре видео, иначе прогноз не будет совпадать. Это прогноз на основе индийского времени и дат, поэтому вы должны установить прогноз на основе даты и времени вашей страны. Сатурн – управитель асцендента козерога. А Сатурн – ретроградный. Из-за этого ваша работа не будет завершена. Вы должны посещать храм Шани-Дев каждую субботу или повторять Шани-Мантру. Сатурн будет аспектом вашего третьего дома. Из-за этого вам придется работать усерднее. Отношения с соседями могут ухудшиться. Сатурн будет аспектировать ваш седьмой дом, тогда в вашей семейной жизни тоже могут быть проблемы. Даже в вашем седьмом доме Марс находится в ослабленном знаке зодиака, поэтому сейчас не лучшее время для свадьбы. С вашим супругом могут быть споры. Марс и Сатурн смотрят друг на друга, затем люди, состоящие в браке или чьи дела ведутся в партнерстве. У них будет много проблем. Для лечения Марса корова следует кормить пальмовым сахаром. Ваша ответственность возрастет в бизнесе и на работе. Вы можете получить новую работу до 23 июля. Если вы хотите взять суду, вы также можете получить суду. Юпитер сидит во втором доме. После 20 июня Юпитер станет ретроградным. Чтобы добиться хороших результатов от Юпитера, вы должны принять благословение старейшин. В храме нужно навести порядок. В это время вам придется держаться подальше от хищников и аукоголя. Ваша речь будет хорошей. Юпитер будет аспектировать ваш шестой дом, поэтому вы не должны никому сужать деньги в это время, иначе ваши деньги застрянут. Юпитер будет аспектировать ваш восьмой дом, тогда ваш интерес к тайным знаниям возрастет. Ваши расходы могут увеличиться. Марс становится слабым в зодиаке Рак, тогда с вашим супругом могут возникнуть споры, связанные с имуществом. У джаберов могут быть проблемы. Не ссорьтесь ни с кем на рабочем месте. Когда Венера и Марс соединяются, у вас может быть роман с кем-то еще, из-за чего в вашей супружеской жизни возникнут проблемы. Вы можете испытать унижение. Итак, теперь давайте посмотрим на плохие дни. У вас или у меня один-два дня в месяц, что доставляет нам стресс, дискомфорт, проблемы. Пессимисты делают это, и это время, когда владыка ума и мозга входят в отрицательную позицию. Когда луна входит в шесть, восемь или двенадцать дом, это причиняет нам боль. Те, у кого нет хорошего лунного рождения, могут наблюдать продаж 7 и 22 июня. Это пост господа Шивы. 11 и 12 июня. 15, 16 и 17 июня. 24 и 25 июня. У вас будут плохие дни, поэтому не стоит принимать в этот день неправильное решение. Хорошо, если вы не попадете в мусорное ведро. Контролируйте свою речь. Не говорите, что у кого-то болит душа. Ваши расходы могут увеличиться. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем. Теперь узнайте о Гач, Кешри-йоге. Когда Юпитер и Луна вместе, или Юпитер и Луна лицом друг к другу, или в четырех местах, тогда образуется Гач, Кешри-йога. Так же как сейчас, Юпитер здесь, когда Луна придет сюда, в Адалее, или она придет сюда в Тельце, или она придет сюда во Льве, или она придет сюда в Скорпионе, Затем из-за Юпитера и Луны, Гач, Кешри-йога будет сформирована. В Гач, Кешри-йоге есть сочетание Юпитера и Луны. Юпитер означает деньги, а Луна означает воду. Так что в этот день поток денег хороший. Если вы занимаетесь каким-то бизнесом, то можете получить оплату от кого-то. В эти дни вы можете получить выгоду. Итак, это Гач, Кешри-йога. Гач, Кешри-йога готовится для вас в эти пять дней. 1 июня, 9 июня, 2016 года, 22 июня, июня и 29 июня. Из этих пять дней 16 июня вы не получите так много. Но оставшиеся четыре дня, 1 июня, 9 июня, 2022 года июня и 29 июня, будут для вас полезными. Если каждый вторник вспоминать о Господе Раме Первом, читать Хануману Челесу и раздавать сладости детям в храме, это принесет вам пользу. Для тех, чьё рождение Марс плохое, то есть Марс находится в четвертом, восьмом или двенадцатом доме в вашем гороскопе, вы можете наблюдать и на Яку Четуртхе 14 июня Санкаште Четуртхе 27 июня. Если Раху плохой в вашем гороскопе, то есть в четыре, восемь или двенадцатом доме, то вам следует читать Вишну Сахастранам каждое Нарвалуние. В проточной воде проливание кокоса также уменьшит плохой эффект Раху. Новолуние в этом месяце 10 июня. 10 июня происходит солнечное затмение, которого не видно в Индии. Если вы сделаете пожертвование в этот день, это пойдет вам на пользу. Если вы не можете сделать пожертвование. Мантра Солнца. Омджи Пакусум Санкашим Кашипаем Ихадью Тим. Тамарисарва Папагнам Пранатосмен Дивакарам. Кавычка. Эту мантру следует повторять. Повторение мантры Солнца может избавить вас от всех проблем. Повторение мантры во время затмения быстро доказывает эту мантру. Каждое новолуние, 10 июня, положите воду немного черного кунжута и предложите его дереву пипала. Это тоже принесет пользу. Итак, это был июньский прогноз для асцендента Козерога. Продолжайте смотреть наш канал для получения дополнительной информации. Спасибо.